Продолжение следует... Время вам проверить самих себя. Как и в первом задании, вы будете делать сейчас кое-что самостоятельно. На экране у вас будут появляться предложения. Я буду предлагать вам остановить воспроизведение этого курса. Вы сделаете у себя на листочке схему самостоятельно, а потом нажмете на продолжение воспроизведения и проверите себя. А я на доске нарисую так, как должно быть. Итак, давайте с вами потренируемся. Предложения будут на всю информацию, о которой мы уже с вами говорили. Составьте синтаксическую схему. Первое предложение. Сережка слышал биение своего сердца. Остановите воспроизведение и попробуйте нарисовать синтаксическую схему этого предложения. Итак, видимо, вы уже включили воспроизведение. Давайте попробуем. Подлежащая здесь сережка. Всказуемое слышал. Что же слышал он? Слышал он биение. Это слово стоит в винительном падеже, без предлога. Следовательно, это прямое дополнение. Биение. А какое это было биение? Это было, конечно же, биение сердца. И слово сердце здесь выступает в качестве несогласованного определения. Слово биение. Но какого сердца? Своего. Итак, биение это прямое дополнение. Сердце несогласованное определение. И своего согласованное определение. А здесь у нас простое глагольное сказуемое. Обратите внимание, что выносные линии, они идут от того слова, к которому относятся. Следующее задание. Песня звучит все тише. Остановите воспроизведение и попробуйте нарисовать схему. Давайте проверим себя. Подлежащая песня. И как же она звучит? Звучит она все тише. Это, безусловно, обстоятельства. Все тише. Обстоятельства. Следующее задание. Ослепительная вспышка озарила все окно. Остановите воспроизведение и нарисуйте схему. Давайте проверим, что же у нас получилось. Подлежащая здесь вспышка. Сказуемое. Озарила. Что же озарила эта вспышка? Озарила она окно. Слово стоит в винительном падеже, без предлога. Поэтому слово окно это прямое дополнение. Но не просто окно она озарила. Она озарила все окно. То есть, какое окно? Все. Это у нас определение. Ну и, наконец, какая вспышка? Ослепительная. Это у нас тоже согласованное определение. Чтобы не путать определение и обстоятельства, мы будем обстоятельства обозначать вот так. Дальше. Он выехал из Москвы в Киев. Остановите воспроизведение и попробуйте нарисовать схему. А теперь давайте проверим. Подлежащая он. Сказуемое. Выехал. Откуда? Обстоятельства, место. Из. Не забывайте отделять предлоги вертикальной чертой. Из Москвы. Куда выехал он? В Киев. Напоминаю. Вертикальная черта продолжается, если у вас группа второстепенных членов предложения, которые относятся к одному и тому же слову. И из Москвы обстоятельства, место. В Киев тоже обстоятельства, место. Обстоятельства. Обстоятельства. Следующее задание. Он видел отверстие окон вверху и внизу. Остановите воспроизведение и проверьте себя. Давайте посмотрим, как можно было изобразить это предложение на схеме. Помните, мы говорили о вертикальной пунктирной линии? Мы ее забыли здесь нарисовать. Но сейчас мы исправимся. И вот почему. Подлежащее здесь он. Сказуемое. Видел. Что же он видел? Он видел отверстие. Слово в винительном падеже. Без предлога. Следовательно, это прямое дополнение. Но какие это были отверстия? Это были отверстия окон. Слово окон, это у нас несогласованное определение. Здесь прямое дополнение. Но обратите внимание на обстоятельства места вверху и внизу. Мы увидим с вами, что слово вверху и внизу относится как бы одновременно и к глаголу видел, и к слову отверстия, к прямому дополнению отверстия. Следовательно, скорее всего, здесь будет идти речь о детерминанте. Помните, как мы обозначаем детерминант? Вверху и внизу. Следующее задание. Ящики отправлены в школу. Остановите воспроизведение и нарисуйте эту схему. Давайте проверим себя. Рисуем вертикальный пунктир. Подлежащие у нас ящики. Надеюсь, вы еще не забыли, что такое составное именное сказуемое, потому что здесь оно присутствует. Не забудьте нулевую связку. Есть. Если бы это предложение стояло в будущем или в прошедшем времени, то глагол «связка» появился бы. Ящики были отправлены или ящики будут отправлены. Но в настоящем времени связка нулевая, тем не менее, она существует. Мы ее будем писать. Отправлены – это у нас причастие. Не забудьте поставить его на подставку. Можно задать вопрос «кем?» и таким образом отделить причастие от прилагательного. Отправлены. Куда же отправлены эти ящики? Ящики отправлены в школу. Это у нас обстоятельства, место. В школу. Там обстоятельство, место. А здесь у нас составное, именное, сказуемое. Следующее задание. Он решает эту задачу второй час. Почти про нас с вами, не правда ли? Остановите воспроизведение. А теперь проверьте себя. Подлежащее он. Сказуемое решает. Что решает он? Он решает задачу. Слово в винительном падеже, без предлога. Следовательно, это прямое дополнение. Прямое дополнение. Он решает эту задачу в течение какого-то времени. Следовательно, у нас налицо обстоятельства времени. Он решает эту задачу второй час. Конечно, можно было бы пойти по пути такой филологической скрупулезности и разделить вот это количество именное сочетание. Сказать, что он решает задачу час, а под часом уже написать второй. Но я не советую этого вам делать, потому что количественные именные сочетания лучше не разделять, чтобы не было путаницы. Итак, следующее задание. Явился лекарь, человек небольшого роста. Остановите воспроизведение. Теперь давайте попробуем проверить то, что у вас получилось. Заметьте, что здесь речь идет о лекаре, который одновременно является человеком. Так часто бывает с лекарями. А следовательно, у нас налицо приложение. Лекарь. Вспомните, как обозначается приложение обоюдоострыми стрелочками. Лекарь. Человек. Это у нас подлежащее. А сказуемое явился. Но у нас не просто лекарь-человек явился. Это человек какой-то определенный. Это человек роста. А какого роста? Небольшого. Можно, конечно, и так оставить. Но не будет ошибки, если вы вот это указание на невысокий рост нарисуете на одной линии. Человек небольшого роста. И так, и так будет правомочно. Потому что небольшой рост, это все-таки логически неделимое словосочетание. Следующее задание. Она говорила, улыбаясь. Остановите воспроизведение. И давайте проверим себя. Она подлежащая, говорила, сказуемое. И вот здесь у нас диепричастие. Мы еще с вами не проходили диепричастные обороты. Но помните, я вам сообщал о том, что все диепричастия, а равно как причастие и инфинитивы, мы ставим на подставку. Поэтому слово «улыбаясь» здесь выступает в роли обстоятельства образа действия. Но и поскольку это диепричастие, мы его поставим на подставку. Это довольно простой диепричастный оборот. Обстоятельства образа действия. Следующее задание. Мы встретили архипа Кузнеца. Остановите воспроизведение. А теперь давайте проверим себя. Подлежащее мы Сказуемое Встретили Встретили кого? Архипа Слово в винительном падеже Без предлога Но архип одновременно оказался еще и кузнецом. Следовательно, это у нас приложение. И на схеме его должно обозначить так. Прямое дополнение. А это приложение. Следующее задание. Вдали громко стучал дятел. Остановите воспроизведение. Давайте проверим себя. Подлежащее Дятел Стучал Сказуемое Где же дятел стучал? Вдали Это у нас Обстоятельства места. И как он стучал? Громко Обстоятельства Обстоятельства Образа действия Итак, следующее задание. Раннее весна Одела город Внежную Зелень каштанов Остановите воспроизведение И нарисуйте схему Давайте проверим, что у нас получилось Подлежащее Весна Весна Одела что? Город Это винительный падеж Без предлога Следовательно, это прямое дополнение А дело Во что? В зелень Это у нас косвенное дополнение Хотя это винительный падеж Но он с предлогом А зелень какую? Нежную И это у нас согласованное определение Здесь у нас косвенное дополнение Здесь прямое дополнение И еще какая была зелень Это была зелень каштанов А вот это уже у нас Несогласованное определение Несогласованное определение Ну и наконец Весна у нас тоже была непростая Весна была раннее И это определение К слову весна Раннее Это у нас согласованное определение Следующее задание Осенью белочка делает большие запасы Остановите воспроизведение и нарисуйте схему Давайте проверим, что получилось Белочка Это у нас подлежащее Сказуемое Что она делает? Она делает запасы Запасы какие? Большие И делает она их осенью Здесь у нас прямое дополнение Как вы уже сами догадались Потому что это слово в винительном падеже Без предлога Запасы большие Согласованное определение И делает осенью Это обстоятельство Времени Следующее задание Обитатели Горюхина Это название села Большей частью Росту среднего Остановите воспроизведение И попробуйте нарисовать схему Давайте посмотрим, что же у нас получилось Итак Подлежащие Обитатели Каково же здесь сказуемое Сказуемое Здесь составное и именное Помните, что обязательно должен быть глагол связка Хотя она здесь нулевая Есть Росту среднего Логически неделимое Словосочетание Есть Росту среднего Но есть они Не все таковые А большей частью Большей Частью И какие же это были Обитатели Наконец Обитатели Горюхина Это у нас Несогласованное Определение Это у нас Обстоятельство Степени А это у нас Составное Именное Сказуемое Наверное Самые проницательные Из вас Уже заметили Что В этих Предложениях Можно Представить Себе Наличие Детерминантов На самом деле Я бы вам Рекомендовал Особо Сильно Не Обращать Внимание На наличие Детерминантов Обозначать Детерминанты С выносом За Вертикальную Пунктирную Линию Необходимо Только в том Случае Когда детерминант Явно Относится К целой Группе Членов Предложения И К подлежащему И к сказуемому В более Таких Скажем так Незначительных Случаях На схеме Детерминант Можно и не Отображать Потому что На самом деле Он скорее всего Просто будет выступать В роли Второстепенного Члена Предложения Как мы уже Говорили Либо в роли Обстоятельства Либо реже В роли Косвенного Дополнения Следующее задание Закатное солнце Косо Падало В комнату Остановите Воспроизведение И попробуйте Нарисовать схему Давайте посмотрим Что получилось Подлежащее Здесь Солнце Куда же оно Падало В комнату Это у нас Косвенное Дополнение Винительный Падеж Но с предлогом Поэтому пишем Вниз Падало оно Как? Каким образом? Косо Обратите внимание Вертикальная линия Здесь одна Это у нас Обстоятельства Образа Действия А это у нас Косвенное Дополнение В комнату Ну и наконец Какое было солнце Солнце у нас Было Закатное Это у нас Согласованное Определение Пойдем дальше Шестнадцатое Предложение В одном Из отчерков Посвященных Силу Попались Такие Строки Остановите Воспроизведение Давайте посмотрим Что получилось Вертикальная Пунктирная линия Где же у нас Подлежащее Подлежащее Здесь конечно же Строки Строки Сказуемое Сказуемое Попались 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 Где? В одном из отчерков В одном Из Очерков Это слово Сочетание Я вам не советую Делить Будет Прямо так На схеме Оно и отображаться Строки Строки Какие? Такие Это у нас Согласованное Определение А в одном Из отчерков Это у нас Обстоятельство Место Где? Но Очерки Ведь у нас Были не простые А Посвященные Сеу Слово Посвященных Это Причастие А как вы Помните Все Причастия Ди Причастия И инфинитивы Мы помещаем На подставку Посвященных А вот Чему были Посвящены Эти Очерки Они были Посвящены Силу Интересно Что Слово Силу Оно Стоит В дательном Падеже Без предлога Поэтому Оно Хотя и выступает В роли Косвенного Дополнения Но Оно Должно Стоять На той же Горизонтальной Линии Что и Слово Посвященных Потому Что Здесь У нас Дополнение Косвенное Дополнение При Причастии Так Вроде бы Все Предложение Мы разобрали Следующее Задание Наконец Наступило Наше Северное Лето Остановите Воспроизведение И давайте Проверим Себя Подлежащее Лето Всказуемое Наступило Когда же Оно Наступило Наступило Оно Наконец Это Обстоятельства Времени Времени А Лето Было Какое Лето Было Во-первых Наше Согласованное Определение И Еще Лето Было Северное Это Тоже Согласованное Определение Вот Так Нужно Было Разобрать Это Предложение Пойдем Дальше Варвара Павловна В шале Торопливо Возвращалась С прогулки Остановите Воспроизведение И попробуйте Нарисовать Схему Самостоятельно Давайте Проверим Себя Итак Подлежащая У нас Варвара Павловна Из Уважения К ней Мы Запишем Ее Полностью Варвара Павловна А Подсказуемое У нас Возвращалась 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 Она откуда С прогулки Это у нас Обстоятельства Место Но заметьте Варвара Павловна Была В шале И Возвращалась В шале Вот здесь Очень явно Он лезет Нам Здесь В глаза Ну и Наконец Последнее Предложение Оно Было Страшно Близко Это море Остановите Воспроизведение И попробуйте Нарисовать Схему А теперь Давайте Проверим Себе Итак Подлежащее У нас Конечно же Море Но не просто Море Есть у нас Еще здесь Приложение Оно Оно Было Близко Море Море Оно Было Поскольку Прошедшее Время Глагол Связка У нас Здесь Есть Было Близко А Насколько Близко Оно Было Ну Прямо Таки Страшно Страшно Обстоятельства Степени Вот Собственно И Все Итак Надеюсь Вы Хорошо Потренировались Выполняли Все Задания Честно Вперед Не забегали Не заглядывали Прежде Времени Узнавая Правильные Ответы Если Вы были Честны То И Бог Благословит Вас Определенными Навыками А нам Нужно Идти Дальше Вперед В следующую Лекцию Продолжение следует...